Вопреки пророчеству Бориса Гребенщикова, рок-н-ролл оказался жив, даже в одном отдельно взятом нашем городе. Что и подтвердило действия в Доме молодежи в весенний вечер 3 марта. Благородная цель – собирать всех музыкантов Саратова и устраивать выступления разных групп – подвигло энтузиастов на создание рок-клуба. Надоело что-то ждать от других и пришлось делать самим, открывать рок-клуб в Доме молодежи. Потому что в Саратове много молодых групп, которых практически никто не знает. И те грандиозные выступления, которые проходили недавно, индюшаты, музыкальные перекрестки, единицы саратовских групп там выступают. А в основном то ядро, та музыкальная тусовка, как у нас, кстати, называется рок-клуб «Тусовка», она состоит из молодых исполнителей, которые не могут где-то выступить в силу того, что, ну, не нравится кому-то направление их, там не нравится, как они одеты. Ну, всякие есть проблемы у групп. Планы на это, на будущее грандиозные, но все планы разрушаются под давлением денег. Деньги, деньги правят миром, всем известно. Но мы будем надеяться, что найдем спонсоров, которые дадут деньги, которые группу у нас выступали в нашем рок-клубе. Они поедут в Питер тот же. Мы пригласили всех, кого я знаю, кого знает группа как. Мы здесь общаемся, мы здесь все сговорим. Это интересно, это очень приятно. И вообще, приходите, ребят, здесь так здорово. Сегодня все мы являемся соучастниками преступления... А, простите, соучастниками замечательного действия. Под названием «Приватизация...» Презентация альбома под названием «Она танцует на крыше» группы, под не менее странным названием группы «Как». Да, чуть было не забыл. Сегодня у нас больной праздник. Сегодня открытие рок-клуба под названием «Успо». Редакция о культурной программе нашего вечера. Вы знаете, мы долго думали, кого из гостей пригласить на сегодняшний, так сказать, процесс музыкальной. Думали, думали, придумали. И остановились на трех кандидатурах. Так как пирог сегодняшнего вечера начнёт относительно рок-народник над ночиточкой, первым делом мы позвонили Татьяне Уладой. И вы знаете, как это ни странно, она отказалась. Позвонили Варикой Костубовой. Нонсенс, и она отказалась. Наконец, позвонили землячки Татьяне Уладой из группы «Конфинация». Казалось бы, Ангел, данная сослаженность на то, что едет в Париж, по делу срочно, выписала открытие. Хотя столичных гостей на концерте не наблюдалось, зато настоящей изюминкой стало выступление группы «Арт-обстрел» из города Алексеевка, Белгородской области. Этот город должны любить все дети и некоторые взрослые, потому что именно там производят сгущенное молоко. Вы привезли с собой хоть баночку? Целый ящик. Возьтим обязательно. Насколько вы известная группа в своём городе? Довольно известно. Наверное, первая. Кроме вас, в вашем городе больше нет никаких... Нет, но мы считаемся уже грандами так в нашем городе. Мы играем в стиле хард-рок. Такой хороший хард-рок. Да. С такими элементами, и хэви даже есть у нас такие мелодии. Но мы стараемся, то, что нам привели в детстве наши друзья, знакомые, которые постарше нас, именно хард-рок такой, самый мощный, самый традиционный именно. Не то, что там где-то, а вот именно так, чтобы в жилу пошёл он. Наша компания, которую мы вам подарили, она называется... Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Группа «Хамма» В прошлом году весной записала альбом «Ты видишь зло». Теперь планирует выпуск компакт-диска, съемки клипа и гастроли по городам России. В прошлом году весной записала альбом «Хамма» 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 Музыка «Хамма» В прошлом году весной записала альбом «Хамма» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА